Ребят, всем привет! Техник ПРО Максим, Техник ПРО на связи. В общем, нужно вас снабдить информацией, очень важной, по Т-40. Как вы знаете, кто следит за нашей группой ВКонтакте, Т-40 сломался, сломался в пахоту во время фрезеровки. То есть, фрезеровали, на фрезе нагрузка большая, потому что она широкая, захват большой, глубина тоже у нас большая, с подрезными лапами от культиватора. То есть, затроил, запыхтел, задымил, пошел дым такой сизый-черный, белый, беспорядочный. То есть, он начал троить жестко. Был такой небольшой щелчок. Сразу первое, это то, что может быть что-то с поршневой, или с головками, или с клапанами. Нет ничего. Перед этим мы еще ставили новые форсунки, отрегулированные на стенде, на 190. На 185 атмосфер. Вот. Первое, как бы, что могло, это то, что там форсунки, что-то случилось. Так как их делали, вот, сняли, обратно отвезли форсунки, проверили, все нормально. Поставили форсунки, начали заводить то же самое. Те же самые признаки. Дымит, рейд, пердит, пыхтит, непонятно. Вот. Ну, что делать? Следующее подозрение, это насос. Сняли насос, там просто развалился подшипник. Не помню точно какой, потому что, ну, я как бы в городе сейчас приеду на майские праздники. Вот, отец все там делает, разбирает. Короче, развалился в насосе подшипник. И поэтому он так стал работать. В общем, отделались, как бы, малой кровью. Можно сказать, поршневая не пострадала. Вот. Погода у нас, кстати, хорошая. Все уже расцветает. Сегодня у нас суббота, 27-й, по-моему, число, не помню. Вот, дальше. Раз уже такое дело, нужно... Как вы знаете, у нас еще маленькое давление масла в двигателе. И раз такое дело, то уже решили поменять насос масляный. Потому что вот на фрезеровку, когда под газом идет трактор под нагрузкой, один, редко, когда можно было выдавить полтора. Короче, батя снял эту прыжку газораспределительную. Шестерни. Я фото вставлю сейчас. Шестерни в идеальном... Ну, как в идеальном? В хорошем состоянии. То есть, ничего, никаких там серьезных следов выработки. Каких-то осколков, сколов, зубьев нету. Зазоров тоже там нет. Вот. Но приеду домой, может быть, еще успею снять что-нибудь по этому поводу. Если до этого времени мне соберу трактор. То есть, приезжаю ее во вторник. Все там в отличном состоянии. То есть, это еще как бы фактор того, что у нас стоял НШ-50 с Куном. Под НШ-50 идет больше нагрузка. То есть, по идее, должен быть больше износ газораспределительного механизма. Но там все в порядке, как бы. Это подтверждает, что НШ-50, в принципе, сильно трактору не вредит. Вот, сейчас нас пропустит машина. Дальше. В чем же, собственно, причина того, что было маленькое давление? Вы не поверите. Это очень неочевидная причина. Не знаю, такого еще... Ну, может, какого-нибудь еще и было. Не будем идти на дешевую интригу. Открутилась трубка. Но не маслоприемника, а та, которая входит от насоса в блок. То есть, она была откручена. Там на двух болтах. То есть, диагностировать это, не снимая крышку газораспределительного механизма, невозможно было. Вот. И хорошо, что мы начали... То, что батя снял крышку и затеял смену насоса. Насос уже куплен, кстати, будет меняться. А сам насос, который стоит, он тоже в хорошем состоянии. Ну, вот. Люфта там нет. То есть, шестерни еще ходят... Ну, не туго, но ходят без такого, без большого люфта. В принципе, в пределах нормы. То есть, если бы не открутилась вот эта трубка, которая идет с насоса в блок уже... Ну, там такая маленькая трубочка. Я тоже вставлю фрагмент. Покажу, где это открутилось. То, в принципе, давление не падало бы. Вот. Я так думаю. Сильно хотя бы не падало. Потому что у нас был момент... Это, по-моему, даже год назад. Когда давление, после смены фильтра, оно как-то резко упало на одну изницу. Потому что было где-то 2,5 он давил на горячую, под нагрузкой. 2,5 он мог давить. Потом как-то резко случилось, что он стал 1,5-1 давить. Вот. Может быть, в этот момент последний какой-нибудь болтик открутился. И... Короче, масло не просто из щелей ходило. Вот. Внутри поддон чёрный. Механизм этот газогарем передняя плита тоже всё внутри чёрное. Вот. Это... Ну, как бы доказывает то, что центрифуга всё-таки... Ну, по моему мнению, я думаю, что она будет лучше. Потому что центрифуга, она отсеивает... Ну, эту черноду, грязь. Потому что мелкие частицы. И превращает их в гуталин. Так что поставим насос. Всё соберём. Если будет охраняное давление, то поставим центрифугу и оставим ещё фильтр. Такие дела, ребят. Утомил я, наверное, вас. Приезжаю во вторник. Видео снимаем. С фрезой сейчас ходит ЛТЗ-60. Всем спасибо. Спасибо за поддержку. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.